Бокс – это один из наиболее сильных и мужественных видов спорта, и он помогает ребятам развиваться не только физически, но и воспитывает силу духа, стойкость и характер. Наверное, поэтому бокс в Балакове – это один из самых массовых видов спорта, а соревнования, которые у нас в городе проводятся, всегда собирают и лучших спортсменов, и большое число зрителей. На четвёртый межрегиональный турнир по боксу памяти почётного химика России, почётного гражданина города Балакова Леонида Борисовича Бутовского, приехали даже гости из Белоруссии. Это придало соревнованиям международный статус. Сам турнир проходил под эгидой движения «Дрост» – детям России, образование, здоровье и духовность. Братья по духу, соперники на ринге, Балаковский турнир считают важным, поэтому и приезжают на соревнования не в первый раз. Хороший уровень организации, всё красиво встречали, нас встретили хорошо. Здесь соревнования, судейство на хорошем уровне. Мы довольны, поэтому приезжаем, вот уже второй раз приехали в этом году. Кроме этого участвовали боксёры из шести регионов Российской Федерации – Республики Татарстан, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Всего около 150 спортсменов. И ребята с удовольствием делились впечатлениями от турнира и рассказывали о своих успехах. Вышел, просто настроился и победил. Я вообще кандидат мастеров спорта. Бой был такой трудноватый, конечно. Боец бегал много, я подустал, но выиграл в итоге. Всё на высшем уровне, зал, само место, само мероприятие. Считаю то, что судейская коллегия тоже состоит из специалистов. Считаю то, что эти соревнования лучшие, на которых я был. Леонид Бутовский, в памяти которым вот уже в четвёртый раз проводят этот турнир, наверняка был бы доволен увиденным. Один из самых ярких руководителей предприятия, которое сегодня называется Балаковский филиал АО «Апатит», был спортивным болельщиком. И болел в первую очередь за то, чтобы в Балакове было как можно больше здоровых, увлечённых спортом людей. И всё возможное дело для этого. Бутовский – это личность, это почётный гражданин, почётный химик. И, естественно, мы должны помнить и чтить тех людей, которые много сделали на благо нашего города. В любом случае, его отношение всегда было – это люди, работники, жители города. Поэтому всю свою жизнь он этому и посвятил. С его подачи строились спортивные залы, уличные площадки, стадионы. Теперь хорошее дело продолжает компания «Фусагра», которая ремонтирует спортзалы в сельских школах. Два месяца назад в Балакове появилась площадка для подготовки по сдаче ГТО – совместный проект, реализованный с администрацией района. Дрозд Балакова в сотрудничестве со школой «Олимпик» растит отличных спортсменов, в том числе боксёров. Я благодарю компанию «Фусагра», которая в памяти об этом уникальном человеке, создавшем огромные предприятия, которые сейчас очень хорошо вкладывают в первую очередь в социальное развитие и в спортсменов, проводя в том числе и вот такие, можно сказать, сегодня уже международные турниры. Приветствую участников соревнований, Олег Комаров, президент Федерации бокса Саратовской области, напомнил, что опытные спортсмены называют бокс шахматами на ринге. С этим утверждением поспорит только тот, кто о боксе лишь слышал. Прозвучал сигнал к соревнованиям, и действительно, на площадке, как на клеточной доске, развернулись действия, которые требуют не просто физической силы, но и интеллекта, логики, мгновенной скорости мышления. Тут два человека, борясь за звание короля, и в роли пешки, и в звании ферзя выступают. Уже наблюдая за ходом боёв, Олег Комаров продолжил мысль – бокс – это не драка, это искусство боя. Настоящие боксёры соперников по рингу помнят спустя годы, встречаются потом и радуются друг другу, как добрые приятели. Когда я на этих соревнованиях подхожу, вот пример моего возраста, уже к ветеранам, и они говорят, «Слушай, а помнишь, Вася и Петя, мы боксировали в Балакове много-много лет назад? Наверное, вот это самая ценность того, что мгновение вот этих спортсменов, когда они выходят на этот ринг, запоминают на всю жизнь». Прошедший турнир доказал, что поддержка спорта приносит достойные результаты. Боксёры и молодые люди, и девушки провели на ринге не один красивый бой. Состав участников был сильным, болельщики азартно переживали и поддерживали своих фаворитов. Балаковские ребята в общей сложности завоевали 29 медалей, 9 из которых высшего достоинства.